Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергей Мехедов. Здравствуйте! Фестиваль молодежи Якутии Мусу Стар в этом году пройдет с 16 и 17 февраля. В этот раз расширились направления, где молодые люди могут себя проявить. Определено 13 треков. В их рамках состоятся более 20 конкурсов. Нововведениями стали направления, посвященные Году семьи Евросоюзской Федерации и Году детства в Республике. О треке «Открой Якутию» и в целом о фестивале мы поговорим сегодня. Гость студии Аркадий Ксенофонтов, временно исполняющий обязанности генерального директора Агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха-Якутия. Аркадий, здравствуйте! Здравствуйте! Вот расскажите о треке «Открой Якутию». Какие конкурсы в него входят? Трек «Открой Якутию» — это наша инициатива, направленная прежде всего на привлечение внимания туристского потенциала Якутии среди наших туристов, которые приезжают к нам также из российских городов и иностранных наших туристов. В рамках этого трека мы организуем несколько конкурсов. Первый конкурс — это направлен на кадровую отрасль. Это конкурс лучший по профессии в сфере туризма и гостеприимства. В рамках него будет три номинации. Это лучший гид-экскурсовод, лучший молодой повар и лучший автор туристического сувенира. И второй конкурс — это имиджевый конкурс, это конкурс видеороликов о турпотенциале наших районов, тайны якутских просторов. Кто может принять участие в этом конкурсе? Проходили ли какие-то отборы в районах? Придут сюда лучшие из лучших или все желающие? У нас, точнее, сначала проводился отборочный этап. Это с начала нашего января поступило больше 100 заявок по всем конкурсам. По конкурсу видеоролик было много заявок. Мы отобрали среди отборочных этапов муниципальных образований 44 работы из 29 муниципальных образований. А среди наших по трем номинациями «Тагит, экскурсовод, повар» и «Автор туристического сувенира» сейчас как раз у нас прошли отборочные этапы и определились 21 финалиста, которые примут участие в самом финальном этапе, это 15-го числа. То есть, получается, уже лучшие из лучших выбраны. Вот как будете оценивать теперь? Теперь уже сложнее становится. Да, мы решили наши конкурсы проводить более так по международным стандартам. Это по принципу черного ящика. То есть, мы определяем не именно только их навыки и умения, мы еще определяем их креативность, их идея. Именно в ограниченном времени реализовать свой весь потенциал, и креативный, и туристический в том числе. Если вот в рамках конкурса приведу пример лучший повар. Все готовят свои уникальные блюда, свои фирменные блюда, то в рамках конкурса им отводится время на приготовление блюда из черного ящика. То есть, мы всем семи финалистам даем определенный перечень продуктов, у которых все одинаковы у всех, и тем самым они должны придумать три блюда. А по видеороликам как будет? А по видеороликам очень, так сказать, нам поступили такие работы, которые не стыдно показать в кинотеатрах, даже на, можно сказать, на международных. Я, например, вот сколько лет работаю в туризме. На роликах есть места, которые, я думаю, то, что любой человек, который житель Якутии, еще не видел. Из 29 регионов. Поэтому 15 февраля мы на площадке «Россия. Моя история» организуем показ этих видеороликов, 44-х, куда пригласим наших, к примеру, блогеров известных, тороператоров, которые связаны с самим кинопроизводством, чтобы люди посмотрели эти видеоролики, и тем самым мы начинаем поддерживать принцип локейшн-бука для развития киноребейтов в нашей республике. Ну вот, кстати, приедет известный блогер Алексей Жарухин. Что будете делать с гостем? То есть, получается, он, наверное, мастер-классы какие-то проведет, будет в жюри находиться. Да, наш хедлайнер – это довольно известный человек. Недавно, наверное, слышали новость о «Зеленом москвиче», полярник, который ездил на самую северную точку Дальнего Востока. Он с радостью согласился стать нашим хедлайнером. Он приедет, это человек, который побывал в 55 странах, объездил все материковые точки России. И с ним 16 февраля он проведет для участников, финалистов, мастер-класс, как привлекать сюда туристов, как организовывать, как снимать ролики, на что опираться. И 17 февраля в «Триумфе» на нашем корнере, открой Якутию, состоится с ним автограф-сессии. Вот сейчас, в настоящее время, какие работы идут по вашему треку? Насколько я понимаю, вы уже отобрали финалистов. Сейчас до 11 числа проводится онлайн-голосование по видеороликам. То есть на основании этого голосования мы выберем видеоролик, который получит приз зрительских симпатий. Сейчас очень многие все районы голосуют за каждого. Но среди победителей, конечно же, будет один победитель и два призовых места. А как голосовать? Куда зайти для этого? Для голосования у нас в наших социальных сетях «Телеграм» и «Вконтакте», агентство развития туризма, там созданы вот эти публикации, где каждый желающий, наш житель республики, может посмотреть эти все видеоролики, 44 работы, и проголосовать за самые понравившиеся. — Аркадий, ну трек действительно очень интересный. Вот как вы считаете, да, какое значение вообще он имеет для развития туризма Якутии? — Имеет очень большое значение, потому что мы этим конкурсом хотим, так как он направлен на молодежь, мы хотим интегрировать наше молодое поколение в наш туризм, именно создавая такие проекты молодежные, потому что у нас сейчас год семьи и детства, и такие проекты, они в первую очередь направлены на это, то есть тем самым мы отбираем талантливые, молодые кадры, креативные, и их такими проектами вносим в нашу такую туристическую отрасль. — Ну и что же ждет победителей? Какие планы насчет лучших работ, лучших исполнителей этих работ? — В первую очередь наши туроператоры очень сильно заинтересованы вот в рамках конкурса гида-экскурсовода, потому что все-таки участвуют ребята с муниципальных образований, да, они сами хотят принять участие именно как жюри, как независимые жюри, чтобы отобрать вот ребят, которые себя проявляют какие-то, если они очень сильно креативно рассказывают в какой-то своей уникальной манере, чтобы их в будущем принимать на работу. Также и состоится по другим номинациям. Вот лучший автор туристического сувенира будет специальный приз от нашей ассоциации, сделанной в Якутии. Они поощряют именно те уникальные идеи и проекты в рамках отборочного этапа, которые можно будет уже именно реализовывать, уже именно продавать в сувенирных магазинах каких-то. То есть именно их идеи, их креатив, их энтузиазм молодых поколений привносить, уже именно реализовывать посредством таких конкурсов, поощрять победителей и вовлекать в полноценную туристическую индустрию. В любом случае, такие конкурсы, они раскрывают таланты. Ребята могут найти действительно работу в будущем, найти каких-то, может быть, партнеров для бизнес-проектов, познакомиться с туристической общественностью. А вообще, как ваша ассоциация, работая с молодежью, с местными, может быть, туроператорами, популяризацией, вообще туризм? В целом. Ну, я вот сам молодой, да, и как бы я сам понимаю, я проходил через процессы обучения, обучался сам по туризму, был в своем время студентом и так далее. Я знаю всю специфику работы, именно как работать с молодежью. И тем самым я вношу вот этот опыт для наших туроператоров, для нашего бизнеса, как именно работать нужно с молодежью. Я, например, беру себя и говорю то, что сейчас времена такие более креативные, сейчас туризм – это более креативная экономика, очень такая большая конкурентная среда именно по туризму. Если турист из Москвы говорит, куда поехать, все-таки на Камчатку или в Якутии, встает выбор. И тем самым я думаю, что наши молодые таланты, которые мы в таких конкурсах выявляем, их вносим в туристскую индустрию, они в будущем, лет через 5, через 10, 15, они станут уже такими крепко сформированными, креативными, уже профессионалами своего дела и будут вносить свой вклад через путь, который они сами прошли, они сами будут вносить для молодежи такие проекты и поддерживать их. Ну, такие конкурсы, действительно, например, в наше время в студенческой не было просто таких конкурсов. Сейчас у молодежи возможностей гораздо больше, чтобы себя проявить. А вообще, в целом, если говорить о туротрасли в Якутии, может быть, о турпотенциале, чего не хватает и в Якутии сейчас, что необходимо развивать именно в туристическом направлении? Ну, на данный момент у нас 28 туроператоров, 170 турпродуктов. У нас турпоток за 2023 год составил порядка 238 тысяч. Это снова рекордный показатель за всю историю нашей республики турпоток. Но в первую очередь я хотел бы здесь поднять такой вопрос. Если туристы к нам приезжают из Москвы, у меня были самого такие запросы в свое время, они приезжают в Якутию и говорят, что я здесь был год назад, я уже посещал Ленские столбы. А что вы мне предложите еще? И иногда встает такой вопрос, даже он побывал в памятнике Булу, в Царство Вечной Мирзолотой, в Сокровищном музее Мамду. Все наши такие крупные, известные объекты он посетил и еще раз приехал в Якутию, потому что ему понравилось, ему нужны новые места, нужно открывать новые объекты. И в этом году как раз мы вот с нашим бизнесом, ну основное направление нашей работы будет это процесс реновации объектов, то есть из старых, ну не старых, вот из тех объектов, которые у нас есть, привносить какие-то новые экспонаты, какие-то новые мастер-классы, как-то их открывать с нового ракурса. И также второе, это именно открывать уже новые объекты, которые будут интересны именно для наших туристов, которые к нам приезжают. Если говорить, например, о каком-нибудь объекте, это, например, музей, давайте возьмем музей, то люди, к примеру, посещают, да, и на основе вот этого посещения у туристов возникает впечатление. А кто дает эти впечатления? Эти впечатления дают наши экскурсоводы в первую очередь, так как это больше не материальное такое наследие. Но это вот экскурсия, да, и мы хотим, чтобы они в рамках этой экскурсии, у них еще какие-то были интерактивные мероприятия. То есть если это музей Хамуса, можно организовать мастер-классы на игре на Хамусе, к примеру. То есть если это музей Мамонта, можно организовать мастер-классы по изготовлению сувенира из мамонтовой кости. То есть именно в какой-то объект вносить какую-то изюминку и добавлять интерактивные такие мероприятия, маленькие процессы. Ну, действительно, очень интересные и полезные идеи. И как раз такие в этом деле могут быть задействованы победители, в том числе конкурса МОСУСТАР. Что вы пожелаете участникам, которые пробились в финал, у нас остается меньше минутки? В первую очередь я всем участникам желаю успеха, креатива, сил для реализации ваших идей. И участникам не стоит забывать то, что они, наша будущая в сфере туризма, и тем самым они вносят вклад на наше будущее через 5-10 лет. И хотелось бы сказать, что отрасль, сама туризма, бизнес, она нуждается именно в молодых идеях, в молодых сотрудниках, у которых энтузиазм прямо бьет через край. Я думаю, что ваши проекты, ваши идеи найдут себе место и найдут, где себя реализовывать, где бы в районах это или в городе Якутске. Может, даже ваши идеи будут развиты в других регионах и будут масштабироваться. Женщин Аркадий, спасибо. Мне остается пожелать участникам, уже финалистам конкурса МОСУСТАР, удачи. Вам большое спасибо, что пришли в время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Впереди у вас сложный выбор. Вам тоже пожелаем удачи. Поэтому найдите сильных победителей, которые будут развивать дальше туристическую отрасль нашей республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.